здравствуйте дорогие друзья это видео урок вернее видео пояснение опять же к статье очень длинной статье цель видео сосредоточить ваше внимание именно под каким углом читать статью и так мы поговорим вообще ведь разработка до программного обеспечения ну не важно чего сайтов там всего чего угодно это и есть ради чего люди начинают изучать язык вы когда-нибудь задумывали что разработка отличается от изучения языков но в свою очередь изучение языка это является одним из предшествующих этапов разработки и так ссылка в описании видео будет да теперь давайте порассуждаем вот я расскажу совершенно реальную историю вообще вот для чего я писал эту статью по сути дела я написал ребятам что начало писать статью чтобы помочь осознать то что сейчас школе делают сергея другие ребята те кто все больше и больше вгрызается в разработку да и по сути дела ребята будут понимать что это применимо вообще ко всем языкам то есть но я думаю вам будет интересно опыт вот как как я к этому пришел потому что возьми вот возьмем вот новичка до возьмем вот новичка у него вопрос вообще стоит какой язык изучать и для чего если взять какой-то разработки то в принципе он всего мешанину но выучил язык и уже разрабатываешь не ребят так не бывает это я вам сразу скажу вот прочитайте статью но на одном важном моменте я хочу сейчас заострить внимание чтобы вы поняли а что надо понять я в статье повторял три раза думаю что три может больше что ребята те кто занимается разработкой тот будет виртуозно писать приложение например там на джанга то есть на готовых библиотеках потому что будет уровень понимания высокий и профессиональный вторую мысли которую я хочу озвучить ребят ничего не надо бояться я понимаю вы прочитаете статью но статья содержит очень много ссылок на другие уроки то есть она настолько расширит ваше понимание что я думаю что многие по-другому начнут глядеть на обучение то есть на составление своего личного плана как учиться потому что все каждая строчка в этой статье влияет на самом деле а вот я расскажу личное ощущение я это понимаю сейчас начал понимать в принципе с 2018 года но хорошо считаем начал я заниматься программированием 2009 то есть через девять лет но ведь вам не стоит столько времени ждать так потому что я вот показал статье что допустим парень один да за два года совершил огромный скачок именно он сейчас сегодня разрабатывает но не так все просто ребят если вы думаете оба там взял и сделал ясно одно что если вы начнете заниматься то сто процентов успех будет это сто процентов я не сомневаюсь я сегодня не сомневаюсь так как ну я я сказал что в школе начали программировать да у меня там не миллион но 800 человек за эти годы начали начало программировать да немного так вот я расскажу сейчас интересные фрагменты так вот сергея сачи присылает кусок кода где очень четко уверенно уже говорит где у него интерфейс а где абстрактный класс но этому видео предшествовало другое видео да где я рассказывал что ведь интерфейсов в python нет вы посмотрите она есть статье и рассказал почему но само понятие интерфейсов программирования вообще есть ладненько будет читать посмотрите это я оставлю чтобы вам было интересно так вот когда 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 я раньше делал школу вот школа работы с 2013 года у меня были немножко другие цели но понятно что с опытом цели очень сильно меняются и сейчас кардинально сейчас в школе уже будет три в одном то есть обучение с нуля развитие и обучение разработки но скажу честно что то что у нас перед глазами на поверхности иногда очень трудно к этому прийти и для этого иногда надо годы вот я не хочу чтоб вы эти годы теряли а прочитав статью послушал видео уже начали применять какую цель я поставил вот есть люди которые имеют 25 опыт программирования 25 лет и выше да вот как перенять этот опыт прочитать книги не получится сразу скажу не получится все это пройдено не работает что можно описать книги можно описать в книге например ну вот берем там луца да программирование там до питона да уже не об изучении питон там написан просто кусочек некой стратегии и все но это не разработка если вы посмотрите реальный проект джанга внутри если вы посмотрите реальный проект пандас внутри то близко того что писал луц там нету то есть получается ну луц приблизил потому что по сути дела да это хорошие книги но больше заинтересовать и продать этот продукт все вы знаете вот вы можете у меня спросить а чего ты не сделал разработку четыре года назад ребят я скажу честно я не знал как ее сделать не в том смысле что я не знал я я язык знал я несколько языков знал но я не знал а как обучить разработки и вы знаете когда я это только понял восемнадцатом году то есть практически только два года назад вот если от этого видео потому что было куча вопросов вот давайте вот поразмышляем хорошо вот есть разработка вот мы уже знаем поэтом знаем котлин можем писать на джесси ну и как разрабатывать вот тут вы скажете ну а что там ну понятно если взять джанга джанга взять документацию знает джанга то сделать сайт ну труда не составит согласен но сделать что-то посложнее все затык нет знаний нет глубины знаний и вот еще раз обращаюсь к этой статье я еще раз проговорю пусть не в контексте что как если вы даже приблизитесь к разработке то что я рассказываю то завтра даже ваши то есть это будет полностью влиять и на разработку на готовых продуктах почему потому что будет очень глубокое понимание целом программирование я сейчас поясню почему вы знаете вот я здесь это все описывал я описывал со своих ощущений то есть книги отбросил и по сути дела я если честно сказать я вам скажу был такой момент что ну я разуверился а можно ли кроме как на официальном сайте рекомендации допустим того же питон того же котлин найти рекомендации а как правильно разрабатывать но меня же интересовал вопрос глубже а как научить разрабатывать вот как взять и научить человека хорошо понятно давно в школе есть научить с нуля научили понятно научили писать на джанго научили писать первые мобильные приложения это все понятно но дальше стена с одной стороны вроде не хватает знаний с другой стороны а как построить обучение вы знаете когда я совсем было разуверился 2000 и на восемнадцатом году до помогла сама жизнь тогда тогда не надо было переносить сайт на другой сервер ну там тот сервер тот грубо говоря тот хостинг менее большой белорусский присоединялся к более большому и в принципе условиями не устраивали я начал искать что-то другое и начал залазить мне пришлось залазить в библиотеке что-то подправлять под себя и вдруг меня осенило да вот же оно боже мой всегда было перед глазами это реально написанные продукты я и раньше правил где-то что-то под себя но я никогда не обращал на это внимание и у меня совершенно в течение там миллисекунд уже я имел четкий план как построить разработку ну как видите прошло еще определенное время тут тоже какая-то случайность произошла то есть я сам себе тихонечко прежде чем написать написать этот курс сам себе писал код делал какие-то выводы тут один из участников школы кстати который начал писать это описывал на двух языках через полгода да но потом упёрся да во что ну по сути дела я понял что ну сколько можно отрабатывать там в пределах конструкции там изучать классы да в один прекрасный момент сергей посмотрел оказывается мир намного больше и растерялся и вот тут как раз начался курс разработки вы никогда вот не догадаетесь вот чему надо учить разработчика ну вот давайте например если то кто школе я думаю это все увидит вы начнете смотреть то что переписку в группе и по ней учиться уже да то здесь очень много и когда вы будете видеть начало проектирования да то вы увидите что очень сильно меняется да у сергея проектирование после каждых новых знаний почему а потому что ребята есть такая вещь когда мы работаем в пределах какой-то конструкции в пределах какой-то конструкции нам все очень понятно понятно что делает класс понятно что делается функция а когда мы читаем техническое задание то нам надо определить а как писать вот как писать вот есть у нас надо описать предприятие да оцифровать вот как писать хорошо новичок скажет да что там на классах ну да на классах ну подождите ведь на классах это не ответ что вы будете использовать абстрактные классы вы будете интерфейсы использовать вы будете применять миксины и где их будет принимать где вы будете применять декораторы какой стиль вы выберете и еще задаю вопрос а это предприятие должно быть расширяемое потом и оказывается чтоб вы получаясь какие идеи не продумывали вы заходите в тупик правильно а почему заходите в тупик а вы не знаете на самом деле как разрабатывать да вы знаете как создать модель джанга это просто все потому что там уже за вас определили что делать но когда перед вами стоит совершенно реальная задача у вас этих знаний нет и вы начинаете задумываться а вообще а какие стили сначала вас понесет шаблоны проектирования да все довольно правильные будут пути но в конце концов есть конкретные задания есть конкретный кусок кода и вам надо все это определять оказывается ребята я вот рассказываю совершенно реальные жизни случаи вот сергей прислал код ну не не то не то не то вот сергей присылает код да задача была четко определить где интерфейс где абстрактный класс но ведь до этого два месяца он не мог так вот четко определить почему потому что все очень просто в интернет ведь не все правда или вы считаете что все правда я описал почему это так отличие отличие так это у нас жало там все понятнее вот умную статью берем абстрактные классы добавляющий сейчас я сейчас ребят посмотрите я не знаю что это за парень написал он написал все но оговорки нет а в python нету интерфейсов и все это ставит тупик то есть и все в интернет рассуждают что интерфейс от абстрактного класса отличается тем-то 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 и заметьте и это всегда приводит тупик а вот что я сделал я сделал следующее и где вы не найдете все будут рассуждать чем отличается но ни один человек кроме вот некоторых записей с англоязычного сектора где я увидел реально толковые мысли ни один не оговорился что вообще-то в python интерфейсов нету но мы можем создать поведение интерфейса так извините меня рассуждать о том что вот есть песочница которой нету и ее предстоит еще создать да и то что она есть и поведение это совершенно разные взгляды пока не совсем понятно почитая статью там есть ссылка на видео вот на это вот будет в питон нет интерфейсов никогда не было ну что есть вот именно после этого видео сергей написал очень четкий код где он уже четко понимал как написать интерфейс как-то писать абстрактный класс я к чему говорю ребят так прежде чем разрабатывать наверно надо хотя бы элементарные вещи понимать а не смотреть чушь в интернете которые все описывают один написал ну никто ж не оговорился что ну нет этого и когда вот это я объяснил все нормально стало так этому предшествовал как ведь подождите каждый слышал простую вещь про пайтон что в принципе в пайтон используется как говорится простым языком если сказать метод утки то есть если нечто крякает как утка значит это утка но все слышали но никто не пропустил через себя вот два месяца я подводил и когда сергей в конце концов написав кучу кода мне сказал но я не знаю что такое интерфейс пайтон а знаете в чем проблема была вот таких записях который дурит голову по одной простой причине что размышлять здесь не надо здесь просто надо сказать что интерфейсов в пайтон нет и не может быть интерфейсы есть в языках со статической типизации джава котлин и для чего они нужны там как объект посмотрите что видео поймете не буду тоже сейчас говорить так вот сергей два месяца искал интерфейс объект хотя понятие интерфейса я говорю пол загадками вы будете статью все поймете я хочу понятие интерфейса есть но извините меня как отношения или поведение так вот первый конфликт почему я не знал как начать обучать разработки потому что я лично не понимал с чего начать а в чем это выражалось ну хорошо берем код берем любой код вот как я сказал можно рассуждать писать классы функции что хочешь но все это не будет иметь вообще никакого значения пока человек не поменяет угол зрения я это описал статье и сейчас возможно это не совсем понятно что я говорю но что я сделал сергеем я его как вот как по-вашему можно понять что-то от досконально я отлично понимал что сергей будет искать интерфейсы как объекты питон но он их не найдет это я точно знал и в конце концов было это сообщение которыми я говорил тут много чего напутал в общем вот тогда он был непонятно в нете говорят что класс приватный умея который не уже и жаву напутал вообще ничего не понятно я не пойму это список импетра путей методов классов и как это работает то есть по сути дела начитавшись кучу материала дерьма из интернета извините меня где один новичок написал он не задумался что интерфейсы есть или нету он просто решил поумничать и засрал голову еще тысячам людей и просто поумничал а вы знаете интерфейс от абстрактного класса отличается тем то тем то а главное не это а главное сказать другое то извините самого интерфейса как объектов питон нет и не было но мы можем создать поведение интерфейса тогда нам задается вопрос а какое оно это поведение что делает интерфейс и тогда у нас становится все на места то есть два месяца я его мучил чтобы сместить его внимание с понятия объекта вот работает человек со списком там со словарем либо скотлин с классом но он перед у него перед глазами что ребят вот что у него перед глазами объект 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 и именно вот из-за этого понятия да я не мог понять вот как правильно обучать разработки объект 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 сейчас поймете меня и по сути дела вот так идет изучение языка мы сюда можем плюсовать все что угодно значится взаимодействие между объектами итерации операции над объектом импорта объекта и так далее но мы рассматриваем объект объект понимаете а вот посмотрите на джанга да на джанга например ну вот открою я какой-то проект сейчас я посмотрю посмотрим на джанга например и сейчас очень важную мысль скажу посмотрите очень важная мысль сейчас ребят вообще ключевая мысль статьи и видео и зачем вообще этим заниматься но ведь разработан вот вот разработан на миксинах курс да если не буду объяснять что это 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 все сейчас не так важно важно другое что когда разработчики джанга допустим создавали фреймворк они закладывали они смотрели не как на объекты а как на поведение как ведут себя объекты и поэтому они определили что если мы берем класс там модель с модель и определяем поля которые они определены мы создаем таблицы базы данных в данном случае если думать как об объекте да у них бы ничего не получилось и вот моя задача моя задача была какая сместить внимание Сергея с объекта он два года этим занимался и неплохо начал писать на двух языках на поведение потому что когда мы начинаем разрабатывать надо правильный угол зрения и вот смотрите что происходит когда мы не смотрим на то же список словарь строку массив строк язык не важен как на объект а мы начинаем смотреть только под одним углом поведение 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 я это сделал практическим способом например я уверен что Сергей и другие ребята не раз читали что допустим в Python применяется метод утки грубо говоря если крякает как утка то это и есть утка но слышать одно а понятие то на личном опыте совсем другое и вот когда Сергей два месяца мне писал и написал то что я вам показал да ну вот не понимаю я вот не понимаю и все потому что он пытался найти объект интерфейс но ведь предыдущей статье видео которое есть в этой статье вы посмотрите легко сделать выборку с Python и посмотреть там интерфейса нету но когда мы смещаем наше внимание на поведение то оказывается мы понимаем что мы можем написать поведение интерфейса и тогда он в Python тоже появится вы понимаете разницу что теперь разница какая основательная воспринимать язык как объекты и воспринимать как поведение этих объектов как только мы становимся именно начинаем воспринимать поведение объектов то нам начинается подвластно творчество мы начинаем понимать и сразу моментально на следующее утро он присылает сообщение вот это интерфейс вот это объект а ведь он мимо этого проходил два месяца он ну не понимал почему потому что рассматривал с позиции что интерфейс это должен быть именно объект да он стал потом объектом но его создал сам Сергей потому что такой конструкции как интерфейс в Python просто нет но есть понятие интерфейса вообще в программировании да я в том видео объяснял поэтому сейчас не буду рассказывать отвлекаться и когда он это понял он быстренько создал интерфейс теперь я не сомневаюсь что скоро он будет писать очень сложные вещи но я к статье вернусь к статье вернусь итак первое что чему надо учить разработчика это угол зрения на язык с этого все начинается пока нет правильного угла зрения на язык никогда вы ничему не научитесь просто вот так же будете ходить вокруг да около но не понимать дальше я здесь не расписывал так как цель статьи это немножко другая я просто рассказывал вот как к этому прийти да и что делать дальше надо брать базу какую-то откуда я взял базу книги отпадают ну как я вам ранее рассказывал мне пришлось переносить я правил библиотеки и в принципе начал опираться он писал вот на это вот я взял код тога да это графический интерфейс да у него и показал смотри сереж ну интерфейс это есть да и вот это его в крайне запутало но ведь Рассел Кейт Маги здесь использует интерфейс который он написал сам я объяснял это в том видео сейчас я покажу я о нем много говорил оно есть я сейчас проверю даже есть или нету ну наверное точно есть в любом случае да есть все видео посмотрите обязательно увидите то о котором я говорил разработка Python в Python нет интерфейсов никогда и не было да где я рассказывал что но они создаются да то есть поведение интерфейса создается потому что когда Сергей сбился с ног я вам показал вот список да и он уже не мог понять а потом бац и на следующий день четкий ясный код что я сделал два месяца вот он мучился мучился я ждал когда он скажет ну не знаю это значит его голова он столько натыкался что теперь у него уже все ну не знаю и вот теперь человек готов воспринять истинную информацию я ему рассказал что на самом деле сереж интерфейсов то нет в Python ты искал интерфейс как объекты а здесь интерфейс как поведение которое написано с нуля но слово интерфейс оно есть для всего программирования в целом и просто оно выгодно удобно нужно мы говорили в том видео да об этом то есть кейт магия его создал и теперь вот именно вот это то есть поведение по сути дела стало на место то что должно было стать а что должно было стать наконец то то уже конкретно будет по школе утка крякает если это похоже на утку оно плавает как утка крякает как утка значит мы определяем что это утка если мы четко понимаем что такое интерфейс зачем он нам и пишем этот интерфейс и это ведет себя как интерфейс значит это интерфейс понимаете о чем я говорю я говорю о том что мы сместились с объекта на поведение объектов то есть под таким углом язык становится правильно теперь архи ключевая мысль которую я повторял в статье 3 раза архи ключевая мысль потому что многие скажут а зачем мне это ребята а вот посмотрите вот тут не сложное приложение которое реализовано на миксинах вот это будет для вас тьфу тьфу будет потому что ваши проекты для готовых вообще библиотек там панда джанга будут иметь классную сложную структуру легкую для вас потому что что такое класс где применяется миксинг где применяется абстрактный класс вы будете знать изнутри а значит здесь это тоже будет применяться но на высоком уровне вот ваш код запоет вот для этого и надо это изучать потому что у меня был я не мог вот сдвинуться я же говорю приходит вам не надо теперь к этому приходить так долго а я к этому долго шел и мне не стыдно сказать о своих ошибках главное что пришел поэтому очень классно открою статью кое-какие вещи еще скажу я вот вам рассказывал просто я здесь не расписывал так как не цель статьи значит понятно что угол зрения то есть с чего начинается разработка по сути дела вот сидит разработчик есть техническая задача он должен уже читая техническую задачу какую-то четко себе прикидывать в голове это я так это я так реализую это так учитывая расширяемость она должна быть вложена сейчас при обучении что ж ты дуронь думаешь перед носом ты ж думай так что проект должен быть расширяемый и тут я Сергею тоже подсказывал Сергей посмотрите структуру ГО посмотрите структуру Котлин и очень все становится на места структура ГО полностью готова к расширению то есть ГО написан язык так это вообще язык для создания больших веб систем который может расширяться под любую сферу Котлин так же само они пишут просто тупо библиотеки и любые вызовы времени но Пайтон всегда был расширяемый то есть все равно все пришли к стратегии Пайтона только немножко по другому хорошо я главное сейчас мне мне-мне-мне-мне-мне-мне-мне-мне терять основную мысль то есть по сути дела по сути дела какова база за базу за основу в школе при изучении я взял очень хорошее понимание отработать работу абстрактных классов и интерфейсов то есть должно быть столько кода написано мы это сейчас делаем чтобы человек это делал на лету дальше применение миксина у меня сразу появились вопросы вот Сережа да вот это вроде как сообразил но вот эта строка создаем миксин добавляем класс каждый потомок реализует все по-своему так то оно так но здесь стоит проделать большую работу вопрос а что мы понимаем под миксином ребят а вы попробуйте поразрабатывать и вы увидите что у вас куча недочетов которые надо решать ведь можно так столько разрабатывать что для того чтобы весной высадить помидоры купить москвич старый и там сделать теплицу ну в принципе и теплица и теплица ну а то что москвич там предназначен чтобы ездить или там для металлолома поэтому первая задача при обучении разработки которую я посчитал правильным это очень хорошо создать базу и в голове должны быть расставлены на уровне кода как вот делает Сергей да на уровне кода все задатки то есть что делает абстрактный класс а ведь я тоже рассказывал я уверен разработку на питон абстрактный класс интерфейс и декораторы миксины я здесь на примере похода женщины в магазин показал когда применяется интерфейс когда абстрактный класс ведь понимаете пока вы в жизни этого не видите вы никогда ничего не напишите и если вы думаете что я выучу абстрактный класс ну вот допустим я перед собой вижу женщину которая идет в магазин я не могу это описать в коде в голове ну вот предположить то ничего не будет программироваться по крайней мере простые вещи я рассказал потому что абстрактные классы применяются в одном случае интерфейс это тоже абстрактный класс но у него цели другие в другом случае и вы четко должны в голове понимать в каких случаях где будете применять я там рассказывал на принципе джанга по моему миксин что он себя включает декоратор что как где да и за эти два месяца произошло очень много хороших вещей по крайней мере я увидел что Сергей научился писать декораторы и миксины они с миксином я уже вижу надо поработать почему потому что я Сергея спросил спросил хотя я это проговаривал но уверен что он пропустил пока миксин я еще от вас не видел формулировки полной картины в которой участвуют миксины то есть вот у меня есть четкое понятие что такое миксинг где он применяется каковы его цели и каковы его цели в общем процессе вот есть приложение да и я здесь не хочу больше Сергею подсказывать пусть сам доходит тогда будет то есть есть четкая формулировка определенная по крайней мере она должна быть у вас пока у вас не будет голове четкой формулировки где будет всплывать четко код для чего это что это означает как это работает и почему вы это будете применять именно здесь никакой разработки не будет но ведь еще раз повторяю красную мысль ребят вот эти знания вам помогут разрабатывать не только с нуля а разрабатывать на готовых библиотеках очень крутые вещи вы будете знать язык действительно хорошо хорошо я в принципе рассказывал только о статье но получилось целая лекция откуда брать правильный стиль я говорил что книги здесь не подходят в книге можно описать некую часть но подходят готовые библиотеки где реально открывая код можно посмотреть вот так вот использовали здесь микшины вот так использовали декораторы вот так вот здесь он использовал абстрактные классы вот здесь он использовал интерфейсы вот вам готовые вещи и они перед глазами единственное что новичок в это будет смотреть грубо говоря как дурень на двери на двери да но если это начать делать вот как делает это асачи да вот шаг за шагом то оказывается все это просто банально просто все состоит из простых вещей и это понимание легко выстроиться сообразили в общем прочитаете статью и поймете что по сути дела смотря код на код людей которые больше 25 лет в программировании и имея ключ к этому вот такие вот пояснения мы можем легко это освоить и применять но тогда наш уровень через 2-4 года будет иной иной совершенно я думаю что прочитав эту статью у вас совершенно изменится отношение к изучению языка вы поставите совершенно иные цели я просто делаю часть бесплатных уроков да как бы которая дает возможность вообще задуматься подготовить понять да вот как вообще готовить к разработке вы что думаете язык имеет значение да нифига он не имеет какая нафиг разница писать интерфейс в kotlin или в python за исключением того что в kotlin действительно и в java есть такая зарезервированное слово и конструкция интерфейс но ведь там он создан для чего для того чтобы создать абстрактный класс а в python он сразу бери и создавай вот поэтому в python и нет необходимости создавать такую конструкцию а просто создать можно поведение интерфейса как такового а и мы просто рассматривая интерфейс чтобы более понимать а на самом деле можно создать абсолютно любое поведение вот что самое главное вам уяснить итак в описании видео ссылка на статью дальше я написал здесь о методике еще да почитайте методику надо просто выполнять и делать следующие пояснения на ютюбе вот эти видео посмотрел по крайней мере у вас в голове сложится по крайней мере по крайней мере по крайней мере по крайней мере распокорай не мерился картина чему вообще учиться как приблизиться к разработке что изучать это очень важно какой-то стержень в себе да иметь что ставить во главу угла на что опираться и тогда вам будет понятно куда двигаться ну а школа как я объяснил в этой статье вот в школе было обучение с нуля было развитие то есть написание там более глубокое изучение питон изучение навыков питон там в оопе изучение методов магических и так далее это тоже есть да а теперь добавилась еще разработка то есть теперь я хочу именно сделать именно так и давно хотел и сейчас будет в школе три в одном обучение с нуля становление и разработка по сути дела это уже профессиональная подготовка это уже интересно но есть важный момент ребят понимаете каждый кто приходит в школу должен определить уровень свой не уровень как правильно сказать как он будет взаимодействовать со школой кому-то хватает только дойти до джанга кто-то просто изучил первые уроки написал первый код уже счастлив а кто-то пойдет к разработке то есть это вам надо определить потому что это будет определять все я все дальнейшее ваше развитие так как я говорил что когда вы понимаете что делать успешность возрастает в десятки раз не знаю в общем я не хочу уже переписывать по сути дела моя задача была очень простая помочь вам просто найти статью и почитать ее да обучение разработку обучение и по сути дела разработка наговорил я наверное много целую лекцию это скорее всего больше мысли так как пошаговый код у нас все это в школе и вот именно по тому что делает Сергей я потихонечку составляю план что все-таки более точно направить ребят потому что сразу видны ошибки сразу видны какие-то недочеты одно очень классно сегодня я могу сказать что обучение разработки теперь реальность я здесь написал был только вот первые шаги да с чего начать но по крайней мере я рад что мне удалось вам рассказать про угол зрения а вы потом потихонечку придете к этому на практике мне удалось вам рассказать что надо и в статье описать создавать костяк с чего-либо это конкретно я взял в школе за костяк абстрактные классы интерфейс и миксин и декораторы то есть 4 вещи да потому что они присутствуют везде и теперь задача чтобы эти вещи делались на автомате и все что их окружает потому что рассказывать можно бесконечно но работа интересная мне нравится когда ребята растут для тех кто начал только с этого видео в конце статьи в конце статьи есть ссылки с чего и как начать рекомендации все ребята спасибо за доверие все получится что есть какие а и